Всем привет-привет, друзья! И сегодня мы продолжаем записывать нашу полюбившуюся плаг-инк. Плаг-инк. На чем мы в прошлый раз остановились. Так, давайте сейчас посмотрим одиночную игру. Так, бактерию мы прошли, вирус мы прошли. Смотрите, у нас грибок открылся. Прекрасно. С пором грибка трудно самим переноситься на дальнее расстояние. Понятно, значит, теперь нам нужно будет еще и следить за его переносом. Так, быстрый старт, конечно. На что у нас, кстати, новые гены не открылись? Тероцит или аэро? Давайте лучше аэро, потому что, ну, аксенофил. Засушливым давайте. Слушайте, а что мы тут не вставили? По суше, по воздуху давайте вставим. Ага, все остальные у нас пока закрыты. Окей. Простой. Я думаю, что мы начнем на простом играть, потому что все-таки, ну, первый раз будем на простом, потом перейдем уже на средний. Крайне сложное. О, генетика влияет на эволюцию. Врачи вкладываются в исследования. Случайные медосмотры. Нет, давайте с простого. Так, Ерсиния Пестис. Я еще в латынь немного помню. С наших этих самых занятий по микробиологии. Так. Ну, ребят, вы очень много названий писали. Вы просто... Я перечитала все комментарии. Перечитала все-все-все ваши советы. Некоторые повторялись. Некоторые были, ну, как обычное название болезни. Но я думаю, что как-то лучше не шутить с обычными названиями. Все-таки болезнь это болезнь. И я решила попробовать. Давайте-ка начнем, если у нас это грибок. Я увидела, что там одна девочка по имени Даша предложила кракозябру. По-моему, довольно забавный гриб кракозябра. Попробуем с ним. Может, он у нас сможет заразить весь мир. Так. Козябра. Кракозябра. Так, поехали. Добро пожаловать в грибок. Нам нужно развиваться, распространяться по всему миру. И уничтожить всех людей. Очень оптимистично. Стартовую точку. Так. Ну что, ребят. Я думаю, что мы будем начинать... Откуда бы нам начать? Давайте опять откуда-нибудь из центра начнем. Центральная Европа, Германия. А ну-ка, давайте-ка с Германии начнем. А чё бы и нет. Лучше всего начинать с какой-нибудь, скажем так, кракозябра распространилась на страну Германии. Болезнь кракозябра заразила первого человека. Но она слишком слаба. Понятное дело. Так. Главное нам сейчас что? У нас проблема получается с переносом. Правильно? Значит, нам... А, у нас грибки, ну правильно, не могут же переносить. Давайте-ка будем развивать сначала пути передачи. Я развила кракозябру. Да прекрасно. Я очень счастлива. Ну, если я грибок. Подсказка... Ага, грибок. Кракозя? Кракозябры, грибок. Грибковым спором трудно попасть в дальние страны, поэтому необходимы их умения. Ну, понятное дело. В принципе, грибки... Грибок вы сами знаете. Такая болезнь. Не самая приятная. Очень часто рекламы крутят по телевизору. Там грибки через душевые передаются, через ноги, через грязные там эти... Спортзалы, если там не убрано. Поэтому... Тут, конечно, будет немножко проблематичнее. Так, стоп. У нас уже 16. Давайте-ка еще по воде. И следующее, что нам нужно будет сделать... Кракозябра заразила сотни людей. Прекрасно. Нам надо будет как-то в холодные страны. Значит, мы будем ее стойкость развивать. Так, про Олимпийские игры постоянно, кстати, рассказывают. Так, стоп. Давайте-ка передадим с помощью... А, у нас грызуны тоже могут. Так, давайте птичек. Грызунов тоже, что ли? Нет, грызунов пока не хочу. А что у нас из умений есть? Давайте стойкость к холоду. О! Тысячами. Слушайте, наш грибок вообще малорик. Так, что у нас тут есть? Взрывспор в новые страны. Ага. Ну, давайте. Нам главная распространенность. Так, это все равно. То же самое. Взрывспор. Окей. Финляндию! Смотрите-ка, на север перешла. Значит, нам сейчас нужно заняться стойкостью, да? Угу. У нас пока закрыто. В теплые страны надо переместить наш грибок. Так, смотрим. Уже миллион, два миллиона заболевших. Чего себе. Заразни тубер... Болезнь крокозябра заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. Да я согласна, крокозябра вообще... Так, ребята часто пишут, что надо убирать эти мутации, чтобы откаты делать. Ну, вы же понимаете, что откаты, симптомы... Откаты, симптомы... Симптомы отката. Они как бы стоят два очка. Я понимаю, два очка. Так, ну что у нас киста? Ладно, пусть киста будет. Я не хочу такие... Серьезные болезни, да, на... Серьезные умения надо, конечно, откатывать. Такие слабенькие. Так, ну что ж. Надо нам разве... Ага. Это наше умение. Так, пошли. Поехали. Новая легкая болезнь. Ага. Врачи в стране Германии нашли новую болезнь, названную крокозябра. Кажется, безобидной. Также сообщили об этой... Ага. Потому что, смотрите, действительно заболевших уже много. То есть она у нас... Все считают, что она у нас безболезненная. Но окей. Правда, я смотрю, что у нас как-то... День осведомленности о болезни крокозябра. Угу. Как-то у нас очень медленно эти пузырьки появляются. Вы заметили? Запущена новая соцсеть. В следующий раз точно назову в какой-нибудь из игр. Ага. Она у нас уже под контролем. Так, друзья. Надо бы нам заразность ее увеличить. Уже начата работа над болезнью. Вы что, издеваетесь? Чего так рано? Вам не кажется, что как-то слишком рано? Симптом сыпь мы тут мутировал. Печалечка, я вам могу сказать. Сколько у нас еще здоровых, а сколько... Ой. У нас еще очень много здоровых стран. Так, у нас есть 24 умения, да? Значит, давайте-ка... Еще взрыв спор. Нам главное сейчас распространить их. Симптомы у нас особо сейчас... Ну, не развитые. Сыпь. Передача. Пути передачи у нас тоже пока закрыты. У нас всего 9 очков. О, вот это уже другое дело. Сколько у нас? 19, да? Так, умения. Давайте-ка устойчивость к лекарствам. Давайте. Будем брать. Ага, значит, тут у нас нет вот этих пунктиков. Помните, там, где развивались... С помощью которых можно было замедлять. Развить, поискать их. Лекарства. Анонс девайс IQ. Скорее, не знаю, лекарства. Ага, ну, понятно. Знаете, это как... Мы-то запускаем, но когда запустим, непонятно. Так, ребята, сколько у нас еще? Блин. Еле-еле до половины добрались. Пчалечка. Так, до свидания. До свидания. Мы еще не все, да, заразили? Передача умения. Ага. Ну, давайте разобьем. И давайте надо в другие страны. И отправим действительно то. У нас как-то особо мир не хочет заражаться. Гренландия, я смотрю, не хочет. Ой. Смотрите-ка у нас. Заразни обычные простуды. Я понимаю. Давайте в Гренландию каким-то чудом ее отправим. Так, стоп. Что у нас еще есть? Давайте пересборку. Это давайте. Ага, смотрите, появились у нас пункты. Да, развивай, пожалуйста. Так, надо действительно как-то нам до Гренландии вот в эти две страны перебросить. Тихо. Как-то не слишком быстро эти пузырьки мелькают. Так, что мы еще? Давайте-ка будем тормозить. Это нам тоже надо развить. 14. Развить. Нам надо все заразить. Весь мир. А, ну смотрите, еще никто не умер. На. Так. Ну давайте вот сюда кто-нибудь может больной приехать. Так, 18, да? Сколько у нас в мире? Ну, смотрите, что у нас. Теплые страны. В основном теплые страны, да? Ну, раз у нас теплые страны. Ладно, давайте-ка разовьем вот все-таки споры. Споры, конечно, грибы передает просто наводнение. Так, до свидания. Канада. А, Канада заразилась уже. А, у нас уже мертвые пошли. О-о-о. О-о-о. Так. Смотрите, 40 у нас уже есть. Значит, давайте пересборку сделаем. И нам пока нечего. Надо делать действительно откаты, чтобы мир медленнее искал болезнь. Ой, фу, болезнь. Медленно искал решение нашей проблемки маленькой. Так. 30. Что мы можем сделать? Нам нужно заразить Гренландию. Но... А ну-ка, давайте. Огромного количества. Конечно. Оп. Все, ребята. Почти всех заразили, правильно? Карибы и Исландия. Ага, Исландию нас уже закрыл. Выпущен во всем мире. Нет, ребят, не надо выпускать. Вообще, знаете, эти все гаджеты. IQR, шмайкюр. 25 процентов. Да, я рада, что он 25. У нас две страны осталось, да? Успех. Зараженные болезненько могут использовать для лечения. Сенсорный оказался не таким чувствительным. К влаге. Так. Две страны у нас осталось, да? Которые мы с вами просто не успели заразить. Так. Давай. Ну, во все страны же можно. Смотрите, мы даже симптомы еще посудим. О, есть? Все? Да. Всех заразили. Ну что ж, теперь главное заняться... Ага, нулевой пациент. Кстати, нулевые пациенты это те, откуда, в принципе, пошла болезнь. То есть, грубо говоря, источник заболевания. Кто у нас привнес первый грибок? Ну, это так, я для справки рассказываю. Так. У нас пока пять человек умерло. О, пять тысяч. Тошно там. Вот, смотрите, у нас, получается, все заражены. И теперь надо нам с вами заняться нашими симптомами. Но мне бы важнее было бы, конечно... Слушайте, а откаты сколько стоят? Откаты у нас не сколько не стоят. Точнее, откаты как раз и стоят. Так, ну давайте симптомами займемся. Фиброз. Давайте разовьем. Что у нас, отек легких? Мы будем развивать, у нас нет выхода. Чихание. Ноль очков. Япония, первая смерть. Первая смерть? Ну что, издеваетесь? Я уже всех заразить успела. Так, до свидания. А вдруг успею? Хотя, я боюсь, нет, скорее всего мы с вами не успеем. Вы видите, у нас очень мало очков. Нет. Заразить всех мы успели, но убить всего лишь парочку. Но, с другой стороны, смотрите-ка. Теперь у нас есть, скажем так, опыт. И мы сможем с вами понять, в чем была наша ошибка. Да, нам главное, я так понимаю, что раз мы играем за грибок, нам важно заниматься спорами. Нам надо не вот идти через воздух, воду. Лучше всего через... Ну все, понятно, лекарство готово. Лучше всего через споры. Как вы видите, у нас споры везде всех заразили. 45 миллионов я смогла убить. Свинство. Так не честно. Кракозябру уничтожили. Обидно. Все? Поражение. Ну хорошо, ребят, я сейчас попробую заново немножко по другой тактике. И посмотрим, что из этого получится. Так, ребятки, начала я немножко по-другому. Удалось уже заразить весь мир. Смотрите-ка. Все заразились. В общем, с чего я начала. Давайте я вам коротко расскажу. Я открыла вот эти все... Вот эти особые умения, споры. Я вообще не трогала передачу. Симптомы тоже пока не трогала. Они сами начали. Чихание. Давайте-ка-ка. В общем, заразили всех. И только сейчас у нас начали эти медики искать решение наших своих проблем. И как искоренить нашу кракозябру. В общем, я думаю, что сейчас мы уже можем с вами приступать к их мучению. Так, ну что у нас? У нас резко начали просто расти наши болезни... Ну, эти очки ДНК. Лидируют. Да, идите вы знаете куда. Я сейчас вас всех уделаю. Сыц. Все. Так, что нам нужно? Значит, нам нужны симптомы. Правильно? Давайте кофеброз развивать. Следующий у нас будет кома. То, что надо. То, что доктор прописал. Так. Нам сейчас надо немножко затормозить развитие нашей болезни. Так. Боритесь. Да, я понимаю, что надо бороться. Давайте-ка ее тормозить. Только у нас, я так понимаю, пока очков не хватает. Ну. Можно мне еще немножко очков? Пожалуйста. Так, что нам нужно? Устойчивость. Значит, нам нужно, ну, больше 30. Так, нет. До свидания. Так. Крокозябра. Экспериментальная вакцина смертельна. Чудесно. Так. Погибло больше людей. Да, я понимаю, что уже, кстати, погибло больше, чем в прошлый раз. Слушайте, но у нас как-то особо ДНК не увеличивается. Раньше как-то оно быстрее увеличивалось. 50%. Печалька. Слушайте, а что мы можем сделать? Мы пока это все трогать не можем, да? Подавление иммунитета. Но давайте развивать. Нам надо тяжесть усилить. Тут разлетались эти самолетики. 13. Так, ну 70 дней, ребят. Тут какая-то своя, наверное, особенность. Мы эти споры с вами развили. Но оно, по сути, получается, ничего не дало. Они все равно очень быстро развивают свою болезнь. Хорошо, сейчас еще раз попробую. И посмотрим еще по одной схеме. И тогда уже будем смотреть, что получится. Это уже который раз я уже перепрохожу эту игру. Вроде бы, я надеюсь, что сейчас у нас получится всех убить. Смотрите, у нас 51% уже развито лекарства. Но мы практически уже всех убили. В мире не осталось здоровых людей. Ха-ха-ха. И, кстати, смотрите. В общем, в чем, что я делала на этот раз? Опять-таки, я развила все вот эти особые умения. Подключила передачу. Ну, симптомы я не трогала. Они сами у нас развивались. Вот давайте еще кому им подключим. И теперь у нас, в принципе, симптомы развивались. Я их пустила на самотек. Ну, я думаю, что в этот раз мы уже можем с вами победить. Так что, если, ребят, давайте я пока на паузу нажму. Если вы хотите победить за грибка, значит, сначала тактика наша. Умения развиваем. Просто развиваем до бесконечности. Потом мы обязательно с вами занимаемся передачей. Потому что птицы дают мутацию. Дают вероятность, вот они повышают мутации. Мутация у нас тормозит исследование. И когда вы заразили весь мир, параллельно не забывайте у нас устойчивость к лекарствам. Активировать пересборку ДНК и укрепление генов. То есть, как бы, вы замедляете тем самым ход разработки лекарства. Ну, и потом, если у вас еще остаются очки ДНК, вы можете спокойно заниматься симптомами. Заниматься симптоматикой, чтобы быстрее убить ваше человечество. Ваше человечество. Знаете, вы как всемирный правитель. Так, ну что, крокозябра? Да летай, летай, самолетик. Ты один такой несчастный. 50% я не думаю, что что-то произойдет. Только чудо вас может спасти. Там, Супермен прилететь, я не знаю. Но я вас уже точно убила. Все? Все? Давайте-ка, может, какой-нибудь симптом им дадим. Так, фиброз легких, паралич. Ну, давайте еще паралич. Чтоб жизнь медом не казалась. Чтоб совсем весело было. Так, ну что? 3 миллиона осталось. 2 миллиона. Что, все уже? Мир не исследует болезнь? А чего? 8 лет до совершения. Ну все, друзья. 8 лет, я думаю, тут вам не понадобится. Так. 700 тысяч, 600, 500. Крокозябра уничтожит всех людей. Какая прелесть. 300, 200, 100. Спасибо за очки. Так, ну, еще немножко. Я устала мучиться с этим грибком. Но. Фух. Победа, друзья. Крокозябра успешно уничтожила всю жизнь на земле. Аплодисменты. Молодец, крокозябра. Спасибо большое за смешное название. И сейчас бы я, знаете, что хотела посмотреть? Так, что мы? Джин. Обнаружено следующий новый тип гена. Хорошо, давайте-ка. Я думаю, что мы можем за одну серию смотреть одну одиночную и один официальный сценарий. В прошлый раз мы прошли помощник Санты. Давайте попробуем черную смерть. Так, ну что? Играть. Так, что у нас открылось? Быстрый старт. Тут у нас будет, давайте, быстрый старт. Тут у нас ничего нового. Так, ксенофиль. Значит, ага, ионизация. При откате возвращается больше очков ДНК. Хорошо. Так, ксенофил вставляем. Так, ну что? Давайте террацит. Окей. Давайте на простом уровне. Мы люди простые. Ерсения Пестис, не хочу. Давайте-ка что-нибудь забавное. Вот, например, я опять-таки пересматривала ваши предложения. Было много забавных. Давайте-ка назовем нашу новую болезнь GTA. Михаил предложил. Большой тебе привет и спасибо за название. Пусть у нас будет... Мы как раз с Олегом начали играть в GTA-шку. Пусть у нас GTA захватит весь мир. Итак, поехали. Так, ты новый недавний открытый штамм черной смерти. Но за 700 лет мир изрядно изменился. Спасибо. Я новый открытый штамм. Выберите страну. Я, ребят, наверное, опять-таки начну... Давайте, наверное, с Центральной Европы. В принципе, это самый такой вот оптимальный вариант. Самый такой вот... Видите, она находится в центре. Ну, логично. Центральная Европа находится в центре. Так, я предлагаю сразу посмотреть, что... GTA. Так, что у нас есть? Мы можем через блох передавать. И можем через грызунов. Хорошо. Симптомы... Ой. Какие-то у нас уже симптомы открытые есть. И умение. Септическая чума. Заражать кровь, создавать септическую форму заболевания. Редкая форма с высоким уровнем смертности. Мы ее пока, я думаю, трогать не будем. Легоч... Ой, легочная чума. Это вообще жесть. Да, поражает органы дыхания. Болезнь передается воздушно-капельным путем и заразна. Вот ее бы я открыла. Так, ну что, друзья. Давайте-ка, наверное, начнем с путей передачи. Так. Давайте с блох начнем. На выживших блохи не действует. Печалька. Трубивает. Экзотоксин. Да, экзотоксин. Это вообще жесть полная. Так. Давайте, наверное, сразу холод разовьем. И потом сразу жару, чтобы у нас могла распространяться наша болезнь. Так. Я, конечно, понимаю, что сцена и каждый сценарий это что-то... Ну, тут какая-то фишка есть. Я еще ни разу не играла именно в сценариях. Я только играла за Санту, как вы помните. Но вот эти следующие сценарии я не проходила. Причем, по-моему, часть из них закрыта в мобильной версии. Но я могу ошибаться. Так. Я хотела легочную чуму. Хотя нет. Давайте-ка... Нам, наверное, передачу главное. Сейчас, давайте через грызунов. О! И через птичек. Отлично. То есть, получается, наша Ерсения Пестис. Ну, это же у нас была Ерсения Пестис. Наш... Это мы играем, получается, за бактерию. Вирус ГТА заразил сотни людей. Прекрасное название. Так. Давайте смотреть. Но если ты у нас бактерия, ты же у нас можешь вообще через все заражать. Так. Развитие. Давайте в тепле мы разобьем. ГТА заражает людей тысячами. Конечно, игроков. Знаете, сколько в ГТА. Все время ездят и взрывают нас. Теперь, знаете, после того, как ты поиграешь в ГТА, ты понимаешь, действительно, что ты можешь спокойно себе играть. Никого не трогать. Даже когда я сама захожу поиграть. Обязательно к тебе кто-то подъедет и взорвет. Это свинство. Так. Что у нас там? Вы еще пока не увидели эту болезнь, да? Ой. Уже люди умирать начали? Как-то вы слишком быстро. Так. Давайте-ка вот это разобьем сразу. Передача. Разносит инфекцию, болезни в сельских. Ну, давайте. Давайте-ка все разобьем. Возможности. Так. К холоду и к теплу мы сделали уже. Стойкость. Подожди. Мир уже начал развивать. Эту самую. Что-то мир. Мир, ты как-то... Ты какой-то не мир. Я с тобой не мир. Так. Надо быстренько развивать. Но у нас Северная Корея спасает космическую станцию, мирные ракеты. Понятно. Подождите. Но у нас еще тут куча стран, которые мы не успели заразить. Подожди. Мир, подожди. В стране Балканы. Чего там уже разрух-то? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вы как-то слишком быстро. Так. Давайте смотреть. Значит, я предлагаю опять-таки. Раз. Стойкость к антибиотикам. Труднее создать лекарства. Чудненько. Передача. Ну, давайте еще с помощью этих блох. Хотя оно не так важно. Так. Пошло дело. Так. У нас сейчас Гренландия заразится. 40. Стоп. Значит, нам нужно замедлять наши все, да? Пересборки нестабильно снижают скорость. Конечно, берем. Вот сниженная скорость это тема. Так. Ну что, ГТАшечка? Ты же можешь у нас заразить на всех? Ты же ГТА. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не спешите так. Ребята, я не успеваю. Но у нас, кстати, смотрите. Очень тут высокая смертность. На 25% ГТА разработали. Какая-то уже шестая, седьмая часть ГТА будет. Геном полностью исследовали. Офигушки вам. Давайте-ка пересборки нестабильно берем. Сколько у нас еще осталось стран? Многовато. Так. 30. Это нехорошо, что 30. Так. Отлично. Еще кого-то заразились. 40. Нет, друзья. Так не пойдет дело. Ага. Давайте-ка вот это. Время на разработку. Вот это. И у нас останется, получается, только этот шанс. Не очень хорошо. 40%. 40%. Нехорошо, друзья. Нехорошо. Надо как-то ускорить. Наши распростран... Тихо. Что у нас тут? Значит, давайте посмотрим. У нас в основном это юг. Южные страны. Значит, нам нужно что-то делать с южными... Стоп. А что это у нас такое? Бубонная чума. А, она уже развита. Понятно. Ну, теперь нам надо легочную развить. Подождите, а легочную еще нельзя? Сколько нам нужно? А, 26 очков. Пардон. Так, самолетик. Ты мне начинаешь раздражать своими полетами. Уже миллиард человек умер. А вы все летаете. В стране анархия. Слушай, хватит летать. Ты меня реально напрягаешь. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть заражаем. Нам немножко осталось. Так, стоп. Давайте-ка вот это сделаем. Все, получается, здесь мы уже ничего делать не можем. Мы смогли затормозить настолько, насколько могли. Я думаю, что в этот раз у нас, конечно, будет небольшой фейлик. Часть-то мы уничтожили, но... Это только часть. Теплые страны остались. 60%. Так. Ну что, сейчас, значит, попробуем, знаете, что с вами? Действительно, эту легочную чуму, она заразная. Так, воздушно-капельным путем. Тихо, не надо мне тут развивать эту болезнь. Я хочу чай вообще попить. Можно? О, пока я пила чай, у нас еще болезнь развилась. Так, нет, даже и не думайте. Даже и не мечтайте. Значит, сколько у нас еще болезней? Это все равно у нас Африка, получается. Большая часть Африки не заражена. Так. Чего вы тут летаете? Вы уже все равно там все заболевшие. Так, 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 друзья. Давайте-ка, ну, наверное, септическо, но нет смысла. Редкая форма с высоким уровнем смертности. Ну, у нас нет выхода, я даже не знаю, что еще. Пути передачи. У нас, в принципе, здесь границы пока все открыты. Давайте-ка пусть у нас ученые будут умирать. Я очень добрая, я знаю. Но мы не сможем заразить весь мир, получается. О, о, это уже хорошо. 72% это плохо. Марокко-Мадага. А, это уже умершие, вымершие страны. Как же вас заразить, заразы вы такие? 73%. Слушайте, ну, может, действительно давайте пути распространения. Ага, блин. Блин, так нечестно. Почему только сейчас оно открылось? 4 миллиарда уже мертвых. О. Давайте-ка, мы можем... Может, мы успеем. Может и нет. Но это все будет зависеть от того, насколько быстро вот эти 4 страны у нас заразятся. Потому что я понимаю, что оно и так очень сильно драмазится. Так, ну, по чуть-чуть же. Видите, у нас синенькое заполняется. Давайте, давайте. 4 страны осталось. 4 страны. Ну, быстрее. Заразите кто-нибудь их. Покашляйте там, я не знаю. Что у нас осталось? Мадагаскар в Филипи... А, Мадагаскар у нас еле... Это у нас островные, получается, остались. А видите, у нас тут все закрыто для островных. Как же у нас остров можно заразить? Ну, наверное, по воздуху, да? Частицы пыли в засушевом климате. Или птицами. Нет, птиц, по-моему, у нас не могут как раз. 80%. Эх. Обидно. Досадно. Ну, в следующий раз будем знать, что нам главное острова сейчас заразить. Я думаю, что мы сейчас с вами перепройдем. Я так понимаю, что уже, скажем так, фейлик у нас такой получился. Мы почти всех убили. То есть мы убили всех зараженных. Но вот эти ребятки им удалось выжить. Так, кто у нас вообще грызуны в городских? Резницы клублохи, устойчивость, экстремальных. Не, нам-то не надо. Нам было главное этих товарищей заразить. Но у нас островные государства. Ага. Эти все у нас уже страны мира. А, нет, эти еще живы. А, Турция. Ну, все, в общем, видно, что уже все поумирали. Так, 83. Что бы нам с тобой... 31 есть. Что бы нам сделать? Скот, сельские страны, по суше, в городских районах. Умения. Что ты можешь сделать? Умения нам ничего не дадут. Так. Кровь. В бедных странах. Ну, это не бедные страны. Самолеты во влажном. Ну, давайте это разовьем. Я уже не знаю, что у нас. Влажный климат, по сути, здесь более-менее. Сухой. Так. Давайте еще, наверное, сейчас пути передачи будем развивать. У нас еще есть немножко времени. Может, хоть что-то это даст. Так. Давайте-ка. Засушливаем. Ну, тут, по сути, засушливаешь климат. Мы же не сдаемся просто так. А вдруг получится. А, 85%. Ну же. Ни больных, ни мертвых. Вообще класс. Не, ребят, я боюсь, что это будет лютый фейл. Сейчас у нас все дойдет. Вот эта синенькая, да? Вот видите, 144 миллиона осталось. Четыре страны, которые мы не заразили. Ну, ребята писали, что странные самые сложные. Я с ними согласна. Значит, четыре страны у нас и будут править. Батсвана правительство пало. Так, ну что, три очка нам вообще не нужны. Хотя, подождите-ка, может, мы какие-то откаты сделаем? Нет, откаты уже не... Ну, хорошо, если я сделаю откатить. А, но мне не дало очки. Ладно. Я их не... А, ну, действительно, тут фишка, когда ты откатываешь, ты тратишь свои очки. 86%. Шесть очков. Новая Гвинея, анархист с бомбой. Господи. Политическая нестабильность. Слушайте, ну чуть-чуть же оставалось. Совсем чуть-чуть. 2019 год уже. Мне было бы уже 29 лет. Ой, как быстро время бежит, я смотрю. Особенно, если нажимаешь троечку, вместо двоечки или единички, время бежит еще быстрее. Так. ГТАшка что-то не захотела уничтожить все человечество. А жалко. У нее были такие перспективы большие. Значит, тут, конечно, фишка. Да, чума, она очень имеет высокий летальный исход. Поэтому вот мы сейчас с вами заново начнем. И будем, конечно, следить, чтобы она распространилась сначала по всем странам. А потом уже будем заниматься всем остальным. Ну... 11. И что мне эти 11 могут дать? Ничего. Ах, обидка. 87. Смотрите, больные практически, практически. Так, то есть все, кто заболел, они уже умерли. У нас остались только те живые, правильно? Да. Но все равно поражение, да. ГТА убило всех. Но некоторые здоровые люди выжили. Хорошо, ребят, давайте заново попробуем. Ничего, я переиграю, который час уже пошел. Ну, ничего страшного. Попробуем заново. Так, да, ребятки. Последние новости. В общем, я уже не помню. Я в очередной раз перезапустила. И смотрите, наконец-то удалось заразить все страны. Наконец-то. Правда, у нас уже, конечно, наша болезнь на 46%, даже уже на 47% исследована. Но теперь у нас есть с вами возможность поиздеваться и использовать наши симптомы. Значит так, паралич берем. Воспаление берем. Эпилепсию тоже берем. Давайте кашель возьмем. И пневмонию возьмем. Все берем. Заразность, летальность, все повышаем. Каким-то чудом удалось заразить Гренландию. Она вдруг заболела. То есть ее у нее как бы не было. У меня были заражены все страны. Я начала с Мадагаскара. И вдруг каким-то чудом у меня были заражены все. И тут я смотрю. И мне пишет внезапное заболевание Гренландии. И все. В мире не осталось здоровых людей. Печалька. Я надеюсь, что мы успеем до того момента, как лекарство будет изобретено. Всех их победить. Так что я вам сейчас вкратце расскажу, что у нас тут было. Начала я с Мадагаскара. Потому что я один раз уже перепроходила. Островные... Островные страны. Островные части остаются незараженными. То есть, ребят, надо начинать с острова. И причем, знаете, что я одно из первых сделала? Так, что у нас тут есть? Так, это нам не надо развивать. Отек легких. Слушайте, а где у нас была кома? А, кома у нас уже есть. Давайте отек легких. Давайте вот это развивать. В общем, главное вам, что нужно сделать, это легочную чуму активировать. Да, она у нас очень заразная. Воздушно-капельным путем передается. Но, если мы открываем вот эту легочную чуму, сразу же появляются вот эти пункты с помощью воды и воздуха. Потому что, допустим, на островные государства передаться наша болезнь просто никак не может, кроме как по воде. Поэтому я ее открыла. О, подождите, у нас почти все умерли. А, нет, это в Мадагаскаре. Пардон. И, получается, мы просто не можем передать на островные государства нашу болезнь, если у нас закрыты те умения. А так у нас, получается, открываются сразу все пути передачи. Но, ребят, тут чудом. Гренландию я думала, что, знаете-ка, уже все было заражено. По-моему, Гренландия уже был закрыт порт. И я уже, честно говоря, отчаялась. И тут мне пишут, что она внезапно. Кстати, наверное, даже в новостях есть, да? Так, военное положение. Где она у нас? Центральная Африка. Правительство пало. Гренландия. А, правительство уже пало. Вот. А, нет, подождите. Гренландия. Тут есть что-нибудь о Гренландии? Нет? Нет? Ну, в общем, короче, у меня случайно они все заболели. Наверное, потому что я усиливала еще передачу с помощью воды и воздуха. Это тоже сильно влияет. Смотрите, болезнь GTA мутировала. Наверное, допы какие-то вышли в GTA. В общем, друзья, наконец-то получилось. Так что с первого раза, скорее всего, если вы не играли никогда в плагу, и у вас нет, допустим, каких-то особых навыков игры. Да, вот GTA сейчас уничтожит человечество. То, скорее всего, в первый раз не получится. Но с помощью этого первого раза вы можете проследить, в чем особенность этой болезни. Вот, допустим, наша эта Ерсения Пестис чумы. У нас фишка в том, что она очень летальна. То есть у нас сразу начинают умирать люди. И, по-моему, я как только ее активировала, ну, то есть как только начала играть, на Мадагаскаре уже начали лекарства искать. То есть вы же понимаете, что раз начинают сразу лекарства, то нужно срочно умение наше изменять. Так, кисту я не хочу, хотя, ну, пусть будет. Ну, получается, все умения открыли. Все, кстати, симптомы. Ну, хорошо. Все, ребят, мы смогли. Мы убили опять человечество в который раз. Точнее, не мы. Это GTA-шка захватила человечество. Кто у нас уже его не захватывал? Но Кракозябра и GTA-шка в этот раз отлично постарались. В чем я очень рада. Ну, как рада. Это же человечество. И, кстати, смотрите, мы очень быстренько так вложились в срок практически к моему... О! Да, я думала, на мой день рождения мы как раз сможем победить. GTA успешно уничтожила всю жизнь на земле. Поздравляю, ребята. И я себя поздравляю, потому что я уже устала. Я уже несколько часов играю в эту игрушку. Так, друзья, ну что, мир у нас уже уничтожен. Следующий у нас на очереди, получается. Давайте посмотрим. Следующий у нас Нипах. Почему Нипах? А, Нипах. В Индии летучих мышей. Межвидовая передача вируса может породить эпидемию. Станет ли она смертоносной? Слушайте, а телепорт... Подождите. Это что, официальный сценарий? А чего у нас все открылись? Подождите. Официальный сценарий. Телепортация у нас появилась. Позволяет путешествовать в другие страны. Люди знают, где можно переждать. Интересно как. Подождите, а где наш сегодняшний... Ага, Черная Смерть. Отлично. Так, ну что, ребят, если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк. Чем больше лайков, тем быстрее я запишу новую серию, потому что если вам игра не будет нравиться, то и смысл ее записывать. А если вам нравится, мы еще сможем еще новых наплодить болезней, всяких гадостей. Также я вам напоминаю, пишите обязательно в комментариях, либо под моим комментарием я там оставлю обязательно комментарий под видео. Конечно, было бы удобнее, если вы писали под моим комментарием, так мне быстрее все прочитать. Ну, если не там, то в основных комментариях пишите прикольные названия. То есть такие именно забавные, которые я с удовольствием использую в роликах. Постараюсь не забыть назвать имена наших подписчиков, которые предложили. Ну, а пока что я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что не оставили меня с кракозябрами и ГТАшками и вместе переживали со мной эти жуткие моменты заражения человечества. Я вам желаю хорошей пятницы, хорошего настроения. До новых встреч, до новых роликов. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok